Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. На канале часто задавали мне вопрос, какими пряностями я пользуюсь регулярно, и просили снять отдельный выпуск про это. Я, честно говоря, с трудом представляю, что мой опыт использования пряностей поможет кому бы то ни было, просто потому, что у всех разные вкусовые привычки, и в разных семьях люди привыкают регулярно готовить разные блюда. И в каждой такой семье у подписчиков есть некий свой набор наиболее часто приготовляемых блюд. А раз так, то, соответственно, и свой набор пряностей к ним. Какие-то более часто используются, какие-то менее часто. Но, тем не менее, раз я обещал, давайте расскажу. Значит, что я хочу сказать. Здесь далеко не все пряности, которые у меня есть, но сюда я выставил те, которые я использую регулярно. У меня есть там еще в шкафу всякие отдельные моменты, которые я использую крайне редко. Не вижу смысла их здесь показывать, потому что вижу свою основную задачу в сегодняшнем видео показать, что у меня для вот того набора блюд, который вы видите на канале, используются наиболее часто. Сначала по колбасной теме пройдусь. Итак, для колбасы наиболее часто используемые пряности – это белый перец. Сюда я его поставлю, чтобы было видно. Он здесь молотый. Про это сейчас отдельно скажу. Черный перец горошком немолотый. И молотый мускатный орех. Кроме того, кардамон. Немного его осталось. И здесь у меня еще есть... Вот зеленый перец. Этот зеленый перец в рассоле. Это отдельная статья. И, естественно, красный перец. Красный острый перец. Вот здесь каенский. По крайней мере, здесь он так называется. Здесь красный сладкий. Это сладкая паприка. А это красный острый. Он не такой острый, как каенский, но тем не менее. Значит, что касается белого перца, я обещал вам сказать. Я несколько раз уже пробовал и несколько раз убеждался. Мне категорически не нравится запах белого перца, того, который продается уже с молотым. Я не знаю, что с ним происходит со временем хранения, видимо. Но, на мой взгляд, запах такой достаточно неприятный появляется. Я купил на пробу вот эту вот банку уже молотого и пожалел. Судя по всему, он у меня будет выброшен. Белый перец немолотый. Имеет для меня очень классный аромат. И даже когда я его смолол и использовал, в нем не появляется, ну, по крайней мере, до того, как я успел его приготовить, с ним что-то приготовить, не появляется этого неприятного запаха. Что такое белый перец? Белый перец – это вот такой вот черный перец, с которым вот эту шкурку черную ободрали. И продают только ядрышки. В шкурке содержатся более острые вещества, более жгучие. Поэтому белый перец имеет несколько более тонкий вкус и аромат. Но для меня, вот для моих привычек, это верно только до тех пор, пока я покупаю его в ядрах. Вот не такой вот молотый. Вот. Это что касается белого перца. Отставлю его. Мускатный орех. Мускатный орех в молотом виде значительно теряет свой вкус и аромат. Поэтому я... Сюда, по-моему, не выставил. Нет. Я для готовки непосредственно в какие-то блюда, допустим, для того, чтобы приготовить соус велюте, или для того, чтобы, если кто-то пропустил, щелкайте вот сюда, щелкайте и смотрите, вот про соус велюте. Или бешамель, что-то с бешамелем. Если пропустили, щелкайте, опять же, и смотрите про бешамель. Туда я добавляю перец, который сам... Ой, перец. Туда я добавляю мускатный орех, который я сам натираю на терке. Поэтому покупаю его в ядрах. Опять же, потому что свеженно тертый мускатный орех имеет более приятный аромат. Все, значит, с мускатом разобрались. Дальше. Перцы. Вот, кстати, зеленый перец сухой. Замечательная штука. Комбинацией вот этих трех перцев, белого, черного и зеленого, я играюсь, готовя одни и те же блюда зачастую, добиваясь того аромата, ровно того аромата, который мне хочется в день приготовления. Вот. А зеленый перец идет, например, совершенно прекрасно он там получается, когда я готовлю соус для стейков. Ну, классический перечный соус. Просто фантастика получается с зеленым таким вот рассольным перцем. Это я отложил пряности, которые я использую чаще всего при приготовлении колбас. Кардамон. Совершенно замечательная пряность, на мой взгляд. Кардамон я использую, когда, допустим, готовлю гренки, добавляя немного кардамона, получается очень классный такой свежий аромат. Когда готовлю выпечку с яблоками, немножко смолоть его в ступке, тоже фантастически получается. Ну, опять же, для глинквейнов. Правда, глинквейн я уж не помню, когда пластин раз готовил. Но, тем не менее, кардамон часто использую. Перец. Перец каенский, красный. Совершенно замечательная штука. С использованием этого перца, вы видели, я готовил, видели вот в этом ролике, например, я готовлю, так называемый, сальсо брау. Совершенно суперский соус на томатной основе. Острый, яркий, очень классно. Использую регулярно. Это очень острый перец. Он, как вы видите, у меня в стручках. Не молотый. Сладкий перец. Тоже годится для соусов. Прекрасно вообще оттеняет. И сладкий перец, паприка. Сладкий перец идет в гуляш. В настоящий гуляш. Я вам показывал вот в этом ролике. Осталось мало совсем, надо его больше покупать. И туда же вот идет вот этот самый острый пиментон местный. Он не такой острый, как каенский, но тоже хорош. Гвоздика. Не помню, когда в последний раз использовал. В принципе, гвоздика идет при посоле огурцов и прочего у меня. Но учитывая, что я готовил в последний раз, наверное, год три назад, стоит банка забытая. Вот. Как же я про него мог забыть? Душистый перец. Ну, или ямайский по-другому называют. Великолепная совершенно пряность, на мой взгляд. Его я использую, когда запекаю курицу, например. Как мне кажется, вот у меня такие воспоминания, ощущения. Батя был охотником, я тоже, собственно, охотился, пока в России жил. Так вот, по моим ощущениям, дичь с ямайским перцем совершенно фантастическая. И даже если в обычную магазинную курицу добавить вот этого душистого перца ямайского, который чаще всего этот перец добавляют вообще, опять же, в маринаде, вот я его добавляю к курице, получается такой оттенок дичи. Мне это очень нравится. Вот. Использую часто, и много его уходит у меня. Тоже, естественно, мелюю его в ступке. Опять же, красный острый перец. Это не каенский, но тоже острый. Вообще, хочу сказать, что раньше я мало использовал разных перцев, и для меня, как мне казалось, они все на один вкус были острые-острые. Но, когда стал использовать его чаще, больше, я мало-помало стал различать различные оттенки этих самых ароматов. И сейчас могу с закрытыми глазами отличить, где какой красный перец использовался из моего вот этого набора, по крайней мере. На мой взгляд, очень большая разница. Раз уж я заговорил о сладкой выпечке, то теперь про корицу. Это корица молотая, а это корица именно кусочками коры. Такую корицу с кусочками коры я использую, когда мне нужно либо приготовить глинтвейн, чтобы потом не пытаться отсидеть вот этот вот порошок мелкорастертый, либо когда я замариновываю или засаливаю бекон. Вот, например, посмотрите, вот в этом ролике, если вы еще не видели бекон сырокопченый, там использую как раз-таки вот такую корицу в палочках. Очень удобно. Вот. А такая корица идет при приготовлении начинок из яблок, например. Великолепно, на мой взгляд. Вот. Ну, то есть для сладкой выпечки, как я сказал. Все супер. Что теперь? Так. Сухой чеснок и сухой имбирь. Сухой имбирь у меня идет только в колбасу. Никуда в другие блюда я его не использую, потому что не любитель имбиря. Вот. Для некоторых сортов колбас, да, он в начинке нужен. Кладываю. Сухой чеснок. Штука очень удобная для меня. Например, когда я делаю сухарики. Сухарики, ну, например, для гаспачо. Сюда вот щелкайте, смотрите. Со свежим, во-первых, не получается однородности вкуса, во-вторых, он норовит подгореть. Это придает неприятный привкус и аромат сухариком. Вот. И не дает равномерного аромата для вот всей площади противня. Поэтому сухой чеснок must have. И, опять же, для колбас. Да, для колбасы сухой чеснок тоже штука очень удобная и хорошая. Использую регулярно. Свежий чеснок может дать в колбасе зелень, так сказать. Вот. Использую часто. Так. Да, завершая все вопросы приготовления сладостей. Это у меня молотый стручок ванили. Вот так здесь и продается. То есть я использую ваниль и в стручках свежую, редко она дорогая. И чаще всего вот такой перемолотый. То есть не ванильный сахар работает. Здесь больше концентрации, естественно, получается, ароматов. Поэтому это для меня использовать удобнее. Вот. Ваниль. Так. Когда я готовлю что-то на итальянскую тему, в основном это томатные соусы или для пиццы, это сухой базилик, это сухой орегано. Эти две пряности у меня идут только для блюд с итальянскими мотивами. И, честно говоря, не знаю, куда еще можно было бы это дело применить. Про пасту вы можете посмотреть, например, вот в этом ролике с базиликом, а с орегано соус, ну, например, в ролике про пиццу. Вот здесь щелкайте и смотрите. Совершенно замечательная пряность, на мой взгляд, это кориандр. Семена кориандра перемолотые я добавляю в бульон курицы. А на мой вкус семя кориандра очень сильно подчеркивает и усиливает вкус и аромат курицы. И служит, по сути, усилителем этого самого вкуса, куриного аромата. Классная штука. Еще, когда я готовлю тушеное мясо с овощами, с яблоками, со сладким перцем, ну, например, как я сделал вот в ролике, вот в этом ролике про спортивную еду, я добавляю кориандр, я добавляю, оно у меня сейчас кончилось, семена аниса, только не звездчатого аниса, базьяна, а мелкие семена аниса небольшого количества. Вот кориандр, зиру, вот зира. И это создает совершенно потрясающий аромат лета, свежести, очень классно. То есть вот эти три составляющие – кориандр, зира и анис. Фантастика. Так, ну, лавровый лист – это понятно, это всевозможные супы, это к мясу иногда, это при приготовлении, например, бараньих ребрышек с луком. Совершенно фантастическая штука. Я, по-моему, еще вам не показывал. Но она простейшая совершенно, но получается просто какая-то феерия вкуса. Мне так это нравится безумно. Готов есть на завтрак, на обед и на ужин эту вещь. Вот, может быть, сниму. Вот, вот это вот гордость и богатство местные. В таком виде в России ни разу не давалось мне купить. Это слегка подкопченный перец. Вот это более сладкий, это чуть менее сладкий. Это все разновидности паприки. Вот это совсем сладкая паприка. Покажу вам сейчас. Вот. Вот. Совсем сладкая. Здесь легкая остринка все-таки есть. Это перец слегка подкопченный и подсушенный. Аромат его для паэльи, для различных соусов, он взрывает мозг. Это очень здорово, это очень классно. Мне очень нравится это дело. Вот. Регулярно использую для приготовления различных соусов на томатной основе. Ну, и для паэльи, понятно. Опять же, если мы заговорили про паэлью, вот шафран, крайне дорогой. Хорошо, что используется он очень экономично. Буквально немножко добавляешь его, растираешь, он красит рис. Он красит рис и придает такой легкий, интересный аромат рису. Применяется он для паэльи и применяется для плова. Так, ну и на завершение, хотя нет, завершение, я сразу отставил банку, не сказал. Вот это барбарис у меня, который у меня идет только для плова. Вот. Привез сюда его из России, и здесь мне барбарис ни разу не попадался. А вот это вот можжевельник, ягода можжевельника. Я их купил здесь, в надежде, что все-таки найду как-нибудь здесь магазин, который торгует дичью. У нас здесь вообще-то кабаны за забором входят, но здесь я пока еще охотничьим билетом не обзавелся. Не купил даже двустволки, поэтому не охочусь. Вот. Можжевельник использовал для маринования мяса дичи. Сюда его привез, здесь его купил, но ни разу его здесь еще не использовал, не доставалось. Ну вот так, завершая сегодняшнее, на мой взгляд, бесполезное, совершенное видео, но возможно, возможно, мои заметки помогут вам организовать свою библиотеку и хранилище пряностей. Спасибо за компанию. Всем пока.